Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Остался последний рывок на этой пятидневке. Уверен, мы его сделаем и сделаем с хорошим результатом для наших депозитов. На десерт у нас остались данные по индексу потребительских цен. Сегодня это ключевое фундаментальное событие, потому что индекс потребительских цен и возможность приближения снова в зону дефляции будет серьезным сигналом для новых, более агрессивных мер экономического стимулирования со стороны Европейского Центрального Банка. Событие номер один. Максимум фокуса внимания. Когда оно будет? Совсем скоро, буквально через несколько часов, а точнее в 12 по московскому времени. По индексу потребительских цен мы еще поговорим. Давайте сначала все-таки коснемся нашего традиционного начала. Это, конечно же, анонс кодового слова, который позволит вам получить дополнительный бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые уже действуют в рамках нашей компании. Кодовое слово произнесу в ходе брифинга. Сегодня величина бонуса, опять же, под стать серьезному макроэкономическому фону будет достаточной, повыше, чем в прошлые дни, 8%. И этот бонус будет действовать до следующего брифинга, то есть до понедельника. Что касается наших первых активов, которыми мы традиционно начинаем наш брифинг, я предлагаю не нарушать эту схему и сегодня. Привычный сценарий, поэтому давайте посмотрим затем, что же происходит на рынке энергоресурсов. Бренд текущей актуальной котировки уже недалеко от уровня 49. То есть мы видим, несмотря на вчерашнюю волатильную торговую сессию, даже были предпосылки для того, чтобы бренд закрепился рядом с уровнем 51 доллар за баррель. Это оказывало соответствующую поддержку локального формата для рубля, но потом, к сожалению, либо к счастью, все зависит от того, в каком направлении стоите вы. Фундаментальный фон, опять же, прежнего толка, негативного для нефти, стал ключевым фактором того, что трейдеры поняли отсутствие оснований для усиления позиции главного энергетического актива для тех валют, которые зависят от стоимости на сырье. Разумеется, здесь между строк стоит уже говорить о российской экономике. Поскольку нефть вернулась к уровню 49, разумеется, сохраняется понижательный тренд, и в случае определенного негативного фундаментального фона это коррекционное движение будет только продолжаться. Ключевыми темами для коррекции нефти сейчас в отсутствии, скажем, дополнительных информационных сообщений за сутки, собственно, ничего нового не произошло. Остаются, конечно же, очевидные факты расхождения между спросом и предложением, что в целом лишь только усиливает общие коррекционные ожидания по этому активу и позволяет все большему количеству трейдеров обратить внимание на то, что на текущий момент черное золото, бренд и WTI, наверное, еще даже не приблизились к своим минимальным отметкам, которые могут иметь место быть, если ситуация не изменится. А для положительного фона, для смены тренда и коррекционной тенденции пока нет никаких оснований. Разумеется, если они появятся, вы первые о них узнаете. Поэтому делаем ставку на очевидный переизбыток предложения, недостаточный спрос, все-таки ожидаемый Иран с новыми объемами для в целом рынка. Помним то, что мировая экономика хромает явно за последние полгода с багла на 1,5-2%. Это самый серьезный спад с 2008 года. И по мировой экономике, опять же, отталкиваясь от общего экономического состояния ключевых, скажем, регионов мира, также негативные ожидания. Я считаю то, что мы сможем увидеть еще более глубокую коррекцию, что, разумеется, будет сказываться дополнительным давлением и на рынке энергоресурсов. Еще один фактор – это, конечно же, усиление позиции американской валюты, рост доллара в связи с соответствующими основаниями для этого. Ключевой фактор, конечно же, ожидание повышения краткосрочных процентных ставок. Пока от этой идеи мы, разумеется, не отказываемся. И судя по фундаментальному и макроэкономическому фону вчерашнего дня, я считаю то, что у нас уже имеется еще плюс два статистических фактора, позволяющих усилиться касательно нашей идеи по росту американской валюты. Поэтому усиление позиций доллара сейчас, разумеется, бьет по ценовым позициям сырьевых активов. Это связано с тем, что они номинированы как раз в долларах. Поэтому удорожание американской валюты, разумеется, сказывается негативным образом на стоимости этих активов. Это еще один фактор давления на черное золото, и пока мы от этой идеи не отказываемся. Вполне возможно, что, учитывая эффект пятницы, мы сегодня сможем увидеть локальное восстановление, опять же, после тех существенных и серьезных продаж практически последних нескольких недель. Но, в принципе, в прошлую пятницу эта идея себя не оправдала. Может быть, оснований для коррекции не найдет и сегодня. Разумеется, восстановительного характера. Поэтому возвращаемся к нашим среднесрочным и долгосрочным идеям. Какосрочно сейчас очень сложно делать прогнозы. Практически, наверное, попытаться прогнозировать какосрочное поведение активов. Это, в принципе, невозможно. Если кто-то вам скажет, что это можно сделать, значит, это будут только обманщики. Что касается долгосрочных идей, то здесь снова напомню, делаем ставку на еще более глубокую коррекцию и снижение бренда в район 45-46 долларов за баррель. Рубль. Актуальная котировка на премаркете 64,70. То есть, еще чуть-чуть и снова окажемся выше очень важного сопротивления, которое обозначено в районе 65. Учитывая коррекцию цен на черное золото, учитывая общий фундаментальный фон, падение темпов роста российской экономики, зашкаливающие инфляционные и девуляционные ожидания, соответственно, приближающиеся значительные выплаты российского корпоративного сектора перед изрубежными корректорами, повышенный спрос на валютную ликвидность со стороны, скажем, сезонного фактора отпусков, также отсутствие действий со стороны центрального банка, каких-либо вмешательств, направленных на поддержку курса рубля. Все это говорит о том, что, к сожалению, для рубля действительно на рынке нет ни единого сейчас фундаментального фона, который смог бы позволить отбиться от этих значений и, может быть, двинуть в район хотя бы 62-63 рублей за доллар. Если нефть сможет убедить трейдеров, что локально готовится к восходящему импульсу, рывку, перед тем, как, может быть, сходить еще ниже, это, разумеется, может оказаться позитивным фактором для рубля. Но пока этого не происходит, поэтому давайте тоже не будем прогнозировать, точнее, даже обозначать того, чего в принципе сейчас, для чего нет оснований. А значит, в связи с, опять же, долгосрочной ставкой на снижение цен на нефть и, учитывая высокую степень корреляции, предлагаю все-таки не отказываться также от идеи еще большей девальвации курса российской валюты и движения пары USD-RUB в район 66-67, хотя 67 мы уже в качестве цели поставили еще на прошлой неделе. Оснований для коррекции рубля сейчас куда больше. Может быть, в качестве локального фактора поддержки спустя полторы-две недели мы вернемся, точнее, полторы, так будет точнее, к налоговому периоду в России и традиционный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров конверсионной сделки, перевода долларовой выручки в рубли может поддержать рубль. Но это будет только через неделю. Сами прекрасно понимаете, что с учетом волатильности последних дней, через неделю, думаю, никто не удивится, если рубль может умудриться оказаться выше 68 рублей против доллара. Поэтому резюмируем по нефте рублю. Коррекционная ставка на бренд и соответствующие ожидания еще одного витка девальвации для рубля. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. Вчерашняя торговая сессия оказалась легкой, восстановительной для евро, поэтому можно говорить о том, что шестидневная череда, скажем, восстановительных сессий была прервана. В целом, поскольку главная фундаментальная тема, которая связана с девальвацией китайской валюты, сейчас понемногу откроет на второй план. Напомню, что во вторник Народный банк Китая девальвировал курс юаня против доллара на 1,9%. Это самое серьезное дневное снижение за последние 20 лет. Спустя сутки, хотя были обещания со стороны банка о том, что теперь курс будет исключительно стабилен, и, соответственно, Народный банк Китая будет только усиливать роль рыночных факторов в определении процесса курса вызывания. Спустя сутки мы увидели еще один виток девальвации, и юань потерял минус 1,6%. И в четверг также на азиатской торговой сессии мы видели, как юань также продолжил сыпаться против доллара. Но это еще раз подтверждает тот факт, что уже привязки как таковой нет. И Центральный банк Китая был вынужден проводить уже валютные интервенции. Резервов у них хоть отбавляй больше трех триллионов. Для контраста, например, в России величина международных резервов всего лишь 350 миллиардов. Поэтому можно сказать, что при необходимости, конечно же, Центральный банк Китая легко сможет сбить давление на курс национальной валюты. И комментарии, опять же, со стороны монетарного руководства Поднебесной о том, что рыночные ожидания, направленные на то, что девалюация юаня против доллара может составить 10%, они, конечно же, избыточны, потому что такой цели нет. И, по сути, наверное, на том, скажем, уровне девальвации, который уже произошел, монетарные власти скорее и остановятся. Поскольку эти сообщения были сделаны со стороны монетарного руководства, рынок понемногу успокоился, вернулись к возможности устойчивых показателей именно монетарного курса, монетарной политики. Была снята напряженность в связи с тем, что же будет делать Народный банк Китая дальше. А поэтому доллар снова, скажем, стал отыгрывать драгоценные пункты у японской иены. Напомню, что как только эта ситуация стала актуальна, возник существенный спрос именно на японскую иену, на швейцарский франк и на золото. И как только эти, скажем, ожидания были уже ослаблены, разумеется, трейдеры снова пошли в привычные активы, а точнее вернулись к прежним, уже избитым фундаментальным идеям, но они абсолютно фундаментально обоснованы. Эти идеи касаются роста американской валюты. Поэтому евро также не смог устоять выше американского конкурента в плане торговой сессии, закрылся с минусом. И, быть может, сегодня мы увидим еще одну коррекционную торговую сессию. Оснований для этого по-прежнему много. Ну и, в принципе, исходя из долгосрока, мы ждем закрепления пары евро-доллар ниже уровня 1.10. Что касается ключевых идей по евро, здесь я ни в коем случае не советую вам отказываться от прежних ожиданий касательно более агрессивного выкупа активов, дополнительных мер экономического стимулирования. И сегодня у нас через статистику, еще раз напомню, в 12.00 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен, будет возможность оценить вероятность нового пакета экономических стимулов как раз через эти статистические показатели. Если инфляция окажется хуже прогноза, в частности, если есть возможность посмотреть на содержание экономического календаря и на этот отчет, в месячном эквиваленте ожидается снижение до минуса 0,5, а то и даже 0,6%. Это серьезный риск того, что прежние объемы программы количественного смягчения явно, к сожалению, не привели к тем результатам, которые хотелось бы увидеть. Дефляция как была, так и остается характерной для еврозоны. Риски не снижаются, а значит, для того, чтобы все-таки не допустить еще большего расползания в дефляционную пропасть, разумеется, нужно будет действовать на опережение и переходить к более агрессивному выкупу активов. Но это, наверное, единственный инструмент, который сейчас можно задействовать на рынке и без которого, я уверен, никак не обойтись. Поэтому сегодня следим за отчетом. Максимум внимания может быть даже самый важный отчет этой недели, потому что через его призму мы будем анализировать как раз дальнейшие меры со стороны европейского мегарегулятора. В целом, по евро наша идея касательно коррекции остается актуальной. Опять же, приближаемся к сентябрьскому заседанию, к возможному повышению предкосрочных процентных ставок впервые за 10 лет. А значит, оснований для снижения евро куда больше. Что касается пары доллар-японская иена. Вчера у нас была возможность проанализировать два очень важных макроэкономических отчета. Сейчас, разумеется, трейдеры уделяют статистике США самое, скажем, ключевое внимание, поскольку эти данные, даже со слов монетарного руководства, находятся на основном приоритете. Напомню, что Федеральная резервная система на прошлом заседании ясно дала понять, что решение по повышению процентных ставок будет зависеть от стабильности показателей, которые характеризуют экономику. Разумеется, ставка была сделана на данные по инфляции, на состояние американского рынка труда, на сектор недвижимости и общее состояние промышленного производства с сферой услуг. По большинству отчетов мы уже получили достаточно сигналов, указывающих на то, что данные направления экономики чувствуют себя очень неплохо и, по крайней мере, сохраняют тенденцию улучшения и восстановления. Вчера были опубликованы данные по ровничной продаже. Напомню, что отчет очень хороший, поскольку по факту мы увидели показатель 0,6% против прошлого, который находился на отрицательной зоне. Поэтому ровничные продажи мы сразу же трансформируем в активность со стороны потребителей, потребительскую активность, в увеличение потребительского спроса, что является, наверное, самым основным фактором роста и более хороших показателей темпов экономического расширения экономики. И сейчас на фоне, опять же, актуальных данных по росту ровничных продаж, я считаю, что есть достаточно оснований увидеть ближе к концу 2015 года очень хороший прирост по американской экономике. И это будет полностью сопряжено с комментариями монетарного руководства о том, что первый квартал был исключительно слабым из-за сезонных факторов, но, скажем, во втором полугодии мы увидим совершенно другую динамику. Что касается отчета по еженедельным заявкам на пособия по безработице, традиционный отчет четверга и традиционно здесь констатируем несомненный позитив, потому что здесь логика простая. Если статистика по этому отчету показывает, что число новых заявок на пособия по безработице держится ниже 300 тысяч, значит это несомненный позитив, потому что, опять же, исходя из общего концепта экономической теории и ожидания по прогрессу рынка труда, при такой динамике, в принципе, можно надеяться на снижение безработицы на 0,1% в рамках одного месяца. Поэтому у нас остается до конца года 4 месяца, и при сохранении подобных темпов, с учетом текущего уровня безработицы в районе 5,3%, получается, есть все основания увидеть показатель в 5%, которые являются целевым ориентированным для Федеральной резервной системы. Это очевидный позитив, положительный фактор, который непременно должен еще больше усиливать ожидания по вероятному росту американцев в преддверии как раз повышения процентных ставок. Дополнительные аргументы для тех, кто сомневается в том, что долгожданное решение может быть анонсировано в сентябре, можно привести еще и, скажем, ожидания, сами ожидания конкретно по фьючерсным контрактам касательно ужесточения монетарной политики. И после вчерашних отчетов вероятность того, по мнению аналитиков, что ФРС пойдет на повышение процентной ставки в сентябре, выросло до 54%. Напомню, что на прошлой неделе этот показатель держался в районе 46-47%. То есть, если мы увидим еще сохранение вот этого восстановительного импульса со стороны промышленного сектора, в частности, сегодня у нас будет возможность проанализировать эти данные, если статистика будет демонстрировать, показывать очевидные сигналы сохранения восстановительного импульса и дальше, значит, уверен в вероятности того, что это решение последует в сентябре еще больше увеличится и в целом придаст американской валюты еще большее ускорение. Поэтому доллар и японская и иена в виде, как американец старательно оцепляется за любую фундаментальную поддержку и этой фундаментальной поддержки в последнее время достаточно, я рекомендую продолжать следить за отчетами, не отказываться от идеи роста доллара и ожидать закрепления пары USD и иена выше 125. Наша среднесрочная цель 126, до нее остается еще чуть-чуть. Также хотел пару слов сказать про новозеландский доллар. Откройте, пожалуйста, графики, посмотрите. Сейчас новозеландская валюта с точки зрения среднесрочных ожиданий весьма интересна, потому что мы в последнее время не уделяли должного внимания локальным макроэкономическим отчетам, но сейчас я советую, скажем, наверстать это упущение. У нас есть возможность посмотреть за данными по как раз хроничным продажам. Сегодня утром был опубликован этот макроэкономический релиз, и здесь констатируем слабость, которая указывает, опять же, на ту проблему, которую мы обозначали еще месяц назад. Это низкий потребительский спрос, слабая потребительская активность, а в связи с этим и ожидание более худших показателей по темпам экономического роста. Поэтому здесь контраст. Слабые роничные продажи в Новой Зеландии и сильные роничные продажи в Штатах. Поэтому риторический вопрос, что можно ожидать от пары NZD-USD. Разумеется, несмотря на то, что риторический вопрос не подразумевает ответа, я скажу, что стоит ожидать коррекции и движения этого тандема валютных активов ниже тех значений, на которых пара торгуется сейчас. Актуальные котировки 0.6530. Но поскольку мы уже знаем, что новозеландский доллар заряжен на еще большую коррекцию и снижение, я снова актуализирую нашу среднесрочную идею, может быть, даже долгосрочную, потому что многие инвестиционные банки считают, что уровень 0.63 будет протестирован, точнее, эта поддержка станет действительностью для этой валютной пары, только, наверное, к концу первого квартала 2016 года. Но я считаю то, что NZD-USD сможет добраться до уровня 0.63 уже до конца этого года. Потенциал коррекции 350 пунктов, нужно присоединяться, разумеется, к этой идее. И скажу по секрету, что можно еще использовать в качестве ставки на коррекцию новозеландца? Это возможность снижения корпоративного рейтинга со стороны S&P и рейтинга Фонтеры. Это крупнейшего экспортера молочной продукции, от которой, в принципе, зависит жизнеспособность всей экономики. Если рейтинг компании будет снижен, прогноз пересмотрен на негативную сторону. Я считаю то, что новозеландец в моменте может лишиться больше одной фигуры, то есть больше 100 пунктов. Когда произойдет это решение, конечно же, неизвестно, но о рисках вы уже знаете. Поэтому прежде чем, может быть, даже несмотря на то, что я сказал, вы решите занять длинную позицию, я советую вам 10 миллионов раз подумать перед этим. Ну и что касается сегодняшнего кодового слова, поскольку сегодня должно последовать уже окончательное решение по греческому вопросу, в частности, Греция, Еврогруппа должна согласовать третью программу финансовой поддержки, и Евросовет обозначить возможность, скажем, задействования для Греции европейского механизма финансовой стабильности. Не думаю, что этот отчет станет позитивным для евро, потому что мы уже прекрасно знаем, что этот отчет, по крайней мере, этот новостной фон уже заложен в динамику евро, поэтому ожидать какой-то реакции от этого не следует. Но поскольку Еврогруппа сегодня будет одним из новостных, скажем, поводов рынка, давайте в качестве кодового слова прямо возьмем Еврогруппа. Что касается бонуса, напоминаю, что 8% – это бонус, который действует на пополнение, плюс к тем акциям, которые характерны для нашей компании. Бонус действует до следующего брифинга, то есть у вас есть возможность получить его в течение последующих трех дней. Вопрос есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем дополнительных вопросов и, разумеется, комментариев на нашем официальном канале на YouTube «Амаркетс». Оставляйте их под видеоокном. Всего доброго, до свидания и с пятницей.